Воскресный спорт для взрослых и детей или маленькая олимпиада, где проигравших нет. Спортивный праздник «Родной двор, родной город» продолжается. Физкультурой на свежем воздухе мурманчане стали заниматься чаще. На спортивной площадке во дворе 33-го дома на улице Маклакова собрались юные мурманчане, родители и болельщики со всего района. Подробнее о спортивном мероприятии расскажет Ольга Сотникова. Ведение мяча клюшкой, бег с предметами, посади картошку, тянучка, рыбалка, штаны и конкурс рекордов. Эти соревнования проводятся во время спортивных праздников в разных дворах Заполярной столицы. По словам организаторов, каждый участник заряжается здоровьем и боли. Сегодня проходит 13-й спортивный праздник в рамках проекта Комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманск, родной двор, родной город. На сегодняшний день уже приняло участие около 1300 человек. Итак, мы поднялись местами. Три, два. Десятилетнюю Леру Олейник знает весь двор. Девочка тренируется на спортивной площадке с утра и до вечера. Любовь к спорту у Леры появилась еще в пятилетнем возрасте. Профессионально она ничем не занимается, но физкультура ее любимый предмет. По словам девочки, играть на свежем воздухе ей нравится больше, чем сидеть за компьютером. Я здесь сейчас не первый год. Мне здесь нравится больше конкурс рыбалка. Или посади картошку. Я когда вырасту буду спортсменкой. В мероприятии принимают участие дети от 3 до 16 лет, но проводятся конкурсы и для взрослых. Стать спортсменом и лидером своего двора может любой желающий. Достаточно надеть спортивный костюм и удобную обувь. И вот ты уже в команде. За каждый пройденный конкурс громкие аплодисменты и сладкие призы. Я уже третий год в этом проекте. Мне это самое очень нравится. И мое настроение передается всем детям. Значит, ну у нас соревнования проходят сначала вот такие коллективные. Это соревнования для детей. Это такое развлекательное мероприятие. По большому счету здесь нет победителей, потому что дети должны получить удовольствие. Нововведение от организаторов. В этом году конкурс «Тянучка» с использованием нового инвентаря. А также участие во всероссийском конкурсе ГТО. Специалисты Мурманского комитета по физической культуре и спорту запланировали более 30 спортивных праздников за родной двор, родной город. Лучшие в канун юбилея Мурманска поборются за звание рекордсмена столицы Заполярья.